так ну что всем привет я дома как можно видеть на кухне мне волосы мои не очень нравится вот такое что это торчит так в общем я уже дома сегодня у нас 27 декабря прошли у нас длинные выходные война позади чему если честно немного даже рада вроде бы ждешь этих выходных а потом как-то не знаю если никуда не уезжать особо дома заняться нечем погода тоже не очень ну вот как-то не знаю короче прошла это обжираловка скажем так и впереди конечно еще новый год так что это не последние праздники но ничего большую часть мы уже пережили после вот этой вот объедаловки всей после столько стольких салатов этой тяжелой пищи хочется как-то супа простого жиденького тепленького супчика похлебать поэтому я здесь уже в процессе и так я сегодня буду варить суп с фрикадельками вот здесь уже налепила фрикаделек они у меня не идеальные не все ровные но сейчас время особо нету поэтому я быстро все это лепила фрикадельки с рисом внутри вот картошку же здесь нарезала зажарка лук морковь и и еще в этот суп кину щепотку риса получится легкий вкусный жидкий суп как раз что сейчас и надо сегодня отработала первый день после выходных и должна сказать ну так как все врачи закрыты все в отпусках народа было очень мало но все же все кто приходил были либо с короной либо простужены очень сильно вот я тут немножко так чувствую что у меня как-то в горле першит я надеюсь я не простыну я не знаю чего это очень не хочу болеть тем более перед новым годом костиным день рождения который он так ждет не хотелось бы мне заболеть вот я хотела пока готовлю суп немножко с вами поболтать на некоторые темы у меня в прошлом под прошлом видео в комментариях меня спрашивали кстати почти уже мне кажется незаметно удаляло я родинки и меня спрашивали сколько это стоит вот немножко побольше этой теме хочу поговорить потому что некоторых она все же заинтересовала и так начнем с того что я родинки ой будь здоров покажи что ты сегодня себе приобрел что это такое пикачу это брелки пикачу красивые давай я покажу поближе поднимая не поднимать его и покажи как ним в камеру золотой и синенький пикачу да у тебя такие звенящие брелочки спасибо пусть итак начнем с того что удалял ее родинки конечно же у врача у кожного врача и термин я делала очень заблаговременно в общем 6 недель если я не ошибаюсь сейчас 6 недель я ждала свой термин который мне сделали на 21 декабря 18 часов и 30 минут вот так поздно перед войнах я до последнего думала что мне этот термин позвонят и отменят вот ну нет в общем как можно видеть 21 декабря поздно вечером не удалили вот эти две родинки но не только эти две все вместе и удаляла четыре родинки я уже подумал если я буду так долго ждать если я уже поеду в этот к этому врачу и тогда уже сделаю все одним махом и успокоюсь так я и сделала вот сегодня у нас 27 декабря и то есть прошло шесть дней посмотрите как хорошо заживают родинки вот это верхняя вообще ее практически вообще не видно маленькая . припухлость тоже уже спала это нижняя немножко побольше еще было видимо ее немножко побольше видно но по моему для шестидневного результата очень даже неплохо так больно или не больно удалять эти родинки я скажу так это терпимо я все еще жива я все еще при жизни и значит это можно вынести неприятно очень неприятно когда ставят укольчики анестезию когда обезболивают эти места и я должна сказать что вот это вот самое неприятное и есть она горит она давит когда вводят это лекарство обезболивающее туда не очень приятно но можно вытерпеть ну а потом уже когда выжигают это поняла что родинки выжигают лазерем специальным я глаза не открывала я не хотела это видеть я закрытыми глазами лежала очень неприятно идет запах запах горелой кожи запах гарри экстремальный хотя передо мной ставили такую специальную штуку которая вытягивать сразу же воздух но запах гарри все равно чувствуется и он даже у меня когда я вышла из от врача он на лице у меня как-то оставался и его в общем весь вечер еще чувствовала и плюс вечером было неудобно конечно же умываться потому что мне заклеили сначала это все дело пластырем сказали на ночь пластырь оставить вот на следующее утро в прошлом влоге вы можете уже видеть как она все выглядело были такие кровяные места вот ну довольно таки быстро заживают они происходит это дело все очень быстро то есть четыре родинки мне удалили за каких-то там я не знаю 15 минут с подготовкой с этой всей с анестезией потом пришла врач удалила и это максимум было 15 минут возможно даже минут десять мне с собой дали вот такую вот мазь стеклянной баночки такая вот специальная мазь сказали чтобы я эти места мазала два раза в день видимо не знаю даже что это за мазь такая на вазелин похоже если честно вот два раза в день я должна наносить эту массе на родинки чтобы они быстрее заживали и да кстати надо сегодня еще не мазала надо помазать так вы меня спрашивали что это выходит по цене и оплачивает ли это кранкингасса страховка страховка это конечно же не оплачивает это было бы очень классно если вы страховка перенимала такие вещи но это чисто так сказать моя проблема косметическая была мне не нравилось что у меня здесь две родинки для моего здоровья они никакой угрозы не представляли поэтому кранкингасса это конечно же оплачивать не будет удалить одну родинку стоит 60 евро так сказали мне в практике но так как я удаляла сразу несколько следующие я не знаю короче как они это считали за все вместе за четыре штуки я вам сейчас покажу счет за четыре штуки я должна заплатить 130 евро сейчас вот так вот закрою всю лишнюю информацию вот такой счет не выставили то есть можете сами посмотреть 60 евро за одну родинку плюс плюс еще маленькие вот такие вот суммы за анестезию и за материал наверное который был использован и в общем все это вместе будь здоров кубик чихает и за все вместе 130 евро и 51 цент вот так что кому интересно нажимайте на паузу смотрите вот такие цены на сегодняшний день раньше наверное это наверняка было дешевле всем доброе утро у нас уже утро следующего дня 28 декабря я стою уже перед работой есть меньше 10 минут свободного времени вот в такую темноту я начинаю работать это еще по-божески это еще по-божески так поставлю телефон вот сюда вот в уголок эту рука отсохнет держать его все время здесь под фонарем я надеюсь меня хоть чуть-чуть будет видно если не видно то хотя бы слышно слышно точно будет не хочу включать подсветку в машине потому что здесь напротив меня много окон и много балконов люди будут смотреть не хочу короче привлекать внимание и так о чем я хотела поговорить на прошлой неделе у нас были вайнахтен на этой неделе на этих выходных у нас уже новый год за новым годом сразу следует кости на день рождения поэтому каждый день каждую неделю в общем какие-то праздники вчера мы дома поговорили и решили что на новый год ничего особо готовить не будем потому что ну во первых не хочется вот эти вот свой выходной день целый день проводить на кухне на вайнахтен я готовила и я честно скажу я устала вот это все пока на готове естественно это приятного такой вот красивый ужин когда много всего красиво смотрится для глаза и приятный для живота ну ты объедаешься это раз и на второй день все это остается и на второй день ты опять объедаешься и на третий день уже если что-то остается это есть не хочется во первых она уже не свежая во вторых уже хочется что-то другое поэтому как то вот но ты вроде это доедаешь потому что жалко продукты за жалко свои труды тем самым короче пришли мы вчера к такому выводу что на новый год пару блюд наших любимых кто что хочет есть костя заказал себе пиццу с четырьмя разными сырами так что у константина на новый год будет пицца будут у нас креветки поджаренные такие вот крупные креветочки поджаренные на масле с чесночком это очень вкусно вот так же будет салат под шубой ну и конечно же красная икра я ее очень люблю я просто хочу бутерброды со вкусным маслом то есть багет какой-то свежий хлеб с вкусным маслом хорошим и с красной икрой так что у нас будет совсем скромный стол ничего лишнего но зато будет то что мы все хотим что нам всем нравится вот такое вот решение мы приняли короче и не надо будет весь выходной день проводить на кухне в общем я пошла работать надеюсь сегодняшний рабочий день будет такой же тихий как и вчерашний и так так как у нас все болеют 4 человека отсутствует на работе сегодня первые два часа и работаем вот здесь самое мое любимое место в аптеке это Варен Эйнганг вот они эти мои ненавистные коробочки но сегодня еще не так много сегодня пойдет лагерь короче а это значит что сегодня мне надо сделать вот это вот два листка инвентур без танц контроля тоже такая работа нудная сейчас я распечатаю эти два листа не пойду искать и сравнивать что у нас здесь в лагере а что у нас в компьютере не идет о том что если вы будете ждать и берутся 1 см и я награду кого-то вот так как он идет о том что дождей дождал и не будет а это такое и как он еще и нет и все еще и еще он хорошо никак не будет это вот такие вот кормки ну что я уже отработала заскочила в игрушечный магазин купила кости на день рождения подарки вот такое яйцо он их обожает эти яйца кто смотрит уже давно понял такого-то оранжевого у нас еще не было было красное было много синих было серое было в общем шуток уже не было и череп был бежевый такого вот еще него так что я думаю ему понравится на эту косточку можно нажимать кстати и она светится и работает и какие-то звуки делать вот в общем там внутри разные можно собрать динозавра одного большого и разные маленькие сюрпризики подарочки для детей к следующий что взяла вот такой вот лего майнкрафт 6 плюс такая небольшая майнкрафт кости нравится поэтому надеюсь будет доволен еще эксперименты для ванны в ванне он вообще экспериментировать обожает совсем на свете все на что находит из мылом и шампунем все выливает поэтому вот такие специальные эксперименты для ванны не знаю что тут какие-то трубочки краски в общем я думаю ему это очень понравится я думаю больше всего понравится ему именно вот этот подарок эксперименты для ванны будем разбираться и он хотел лабораторию вот такая вот лаборатория которая тут светится в темноте что-то я так понимаю какие-то можно делать жидкости или гели или не знают уже надо разбираться короче в темноте светяшки всякие делать вот такие вот подарки день рождения может наступать сейчас все это запакую чтоб он не видел ну и наверное на этом я сегодняшнее видео буду заканчивать всем спасибо за просмотр всем пока надеюсь еще удастся мне снять одно видео в этом году на новый год не знаю вот правда удастся мне его смонтировать или нет еще в этом году посмотрим надеюсь что увидимся короче еще в этом году всем пока до новых встреч субтитры сделал DimaTorzok субтитры сделал DimaTorzok